И возвращаемся к поездке губернатора Тюменской области Александра Мора. Напомню, что он работает сегодня в Надыме. Глава региона начал свой визит с возложения цветов к памятникам, защитникам Донбасса и надымским строителям. А затем Александр Мор и Дмитрий Артюхов открыли 26-е соревнования оленеводов в Надыме. На месте работает моя коллега Дарина Иранцева. Ей слово. Губернатор сегодня работает в Надыме. Александр Мор уже возложил цветы к памятнику защитников Донбасса и к строителям Надыма. И сейчас мы находимся в самом центре города, на площади Юбилейной. И только что здесь стартовал, наверное, самый яркий, самый колоритный праздник народов Севера. Это день или не вода. Губернатор Тюменской области и губернатор Яна уже дали старт соревнованиям. Посмотрели, как здесь все устроено. Давайте послушаем их впечатления. Самое главное, посмотрите на строение людей, которые здесь приехали. Даже теменцы здесь встречаются. Когда Дни оленеводов проводятся, они не только в Надымском районе проводятся, а большое количество туристов сегодня приезжает. И это тоже одно из интересных направлений развития внутреннего туризма сегодня в нашей стране. Мы стали больше интересоваться историей нашей страны. И о чем говорил Дмитрий Андреевич, что в наших регионах здорово уживается история и современность. Ну и расскажу немножко подробнее про День оленеводов. Это очень древний праздник. И сейчас в Надым приехали кочевые народы со всего Ямала. И два дня будут проходить соревнования. Это около 10 дисциплин. И катание, соревнования на оленях, и катание на собачьих упряжках. Также здесь много гостей. Приезжают с Ямала, с Тюмени, с Москвы, с Петербурга. Потому что здесь очень колоритно. Можно пообедать в чуме, покататься на оленях. И вообще погрузиться в культуру северную. Я хочу сказать, что праздник День оленевода проходит не только в Надыме. Он будет кочевать по Ямалу в течение всего ближайшего месяца. Ну а подробности расскажем уже в следующих выпусках новостей.